Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. В России горят нефтебазы и резервуары с топливом. Украинские дроны бьют далеко от линии фронта. ВСУ закрепляется в Курской области, но теряет города у себя в Донбассе. Кто они? Враги Павла Дурова. Народ против российского гения, придумавшего ВКонтакте и Телеграм. Зубы дракона в Латвии. НАТО обзаводится противотанковыми ежами и бетонными блоками на границе с Россией. Это удар по нефтебазе в Кировской области в полутора тысяч километрах от границы с Украиной. Из-за налета беспилотников загорелся склад нефтепродуктов в городе Котельнич. Программа «Грани времени». Итоги недели. С вами Мумин Шакиров. Война заходит вглубь территории России. Незадолго до атаки по резервуарам с нефтепродуктами на комбинате «Вятка». Из-за угрозы нападения дронов была ограничена работа аэропортов Казани и Нижнекамска. Татарстан граничит с Кировской областью. А это мощный пожар. Разгорелся на нефтебазе после атаки дронов в Каменском районе Ростовской области. У трассы М4 Дон загорелись 30 сцерны с топливом, написал телеграм-канал «База». Утром 29 августа, по словам водителей, проезжавших по трассе, на нефтебазе ночью взорвался и загорелся еще один резервуар. Только что, прямо сейчас. Тушение пожара продолжается четвертый день. В той же Ростовской области уже две недели тушат пожар, возникший из-за атаки дронов на нефтебазе в Пролетарске. Судя по спутниковому снимку, 28 августа активное горение нескольких резервуаров с топливом прекратилось, но пожар продолжается. В Омске в понедельник, 26 августа, начался пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. По данным местных СМИ, возгоранию предшествовал взрыв, который слышали в разных частях города. Но всей этой картины подрыва нефтебаз и резервуаров с топливом на российских федеральных телеканалах нет. Волноваться не стоит, убеждены аналитики по газу и нефти. Топлива для войны в стране достаточно. Удары по нефтезаводам чувствительны, но не настолько, чтобы фронт остался без того же дизеля. Между тем, почти месяц идет реальная война на территории России в Курской области, которую Кремль тщательно пытается маскировать, выдавая за мелкие неприятности. Сгустить краски попытался исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, но Путин быстро поставил его на место. Курская область. Смирнов. Алексей Борисович. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. Ну это нам, это, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите. Российская пропаганда делает все, чтобы скрыть реальную правду того, что происходит в Курской области. В отчетах военных сплошная бравада и уверенность в своих силах. Враг немножко двигается, да. Мы занялись сейчас в позиции, которые нам были отведенные. Поэтому дальше никуда не сдвинется, мы их остановим в любом случае. Но враг выдыхается, я думаю, что они уже опять это отошли далеко, вглубь. Поэтому сейчас у них ни провизии, ни быка, это все на подвоз. Поэтому мы сейчас, в ближайшее время, я думаю, будем уже назад их откидывать. Между тем, по данным Киева, под контролем украинской армии около ста российских населенных пунктов и территория почти в тысячу квадратных километров. ВСУ также завозят на захваченную территорию журналистов, в том числе из западных изданий, и демонстрируют свою картину успеха. Всем привет, это хроники войны Статьяна Яковлевна. И вот мы находимся сейчас в суд же. Собственно, можете меня поздравить. Я, наверное, стала уголовной преступницей сегодня по российскому законодательству. Война войной, но выборы никто не отменял. В том числе и губернаторские, которые должны пройти 8 сентября в день единого голосования. Досрочные выборы губернатора 28 августа все же стартовали. Хотя по закону Центр избирком мог вообще отменить их из-за введенного в регионе режима чрезвычайной ситуации. Но предпочел этого не делать. Мол, не так страшна война, как безвластие, объяснила глава ЦИК Элла Памфилова. Очень важно в таких условиях, я так понимаю, видимо, жителям Курска иметь понятную, определенную власть. Вот этот период безвластия в таких случаях, неопределенность, может приводить еще к более трагичным последствиям. Поэтому есть такой запрос. Ну а что Путин? Он спокойный, хладнокровен, по крайней мере, на публике. Хорошие новости для него приходят из Донецкой области, где российские войска берут город за городом. Кремлевский руководитель много путешествует. Только за август месяц он побывал в Азербайджане, в Беслане, в Кабардино-Балкарии, заезжал в Чечню к Рамзану Кадырову, а теперь едет в Монголию. Это будет первый визит Путина в страну, подписавшую римский статут Международного уголовного суда, которое теоретически обязано его арестовать. Но этого не произойдет, считает Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря Путина, у Кремля прекрасный диалог с друзьями из Монголии. А поводом для встречи в верхах в Улан-Баторе стал праздник по случаю 85-летия победы СССР и Монголии над японскими войсками на реке Халхенгол. А это уже любимая тема Путина – справлять памятные даты, связанные со Второй мировой войной. Как победитель. Сегодня мой гость – украинский журналист Дмитрий Мороз. Дмитрий, здравствуйте. Приветствую. Критическая ситуация на Покровском направлении Донецкой области. Российская армия берет один населенный пункт за другим. Что сегодня сейчас происходит? Ну, действительно, российская армия после того, когда взяла Авдеевку, все ожидали, что это будет оперативная пауза. Россия начнет накапливать войска. И, в принципе, все украинские эксперты об этом говорили. Но этого не произошло. И это было неожиданностью. И Россия начала наступать дальше. И как мы уже удостоверились в том, что брали один населенный пункт за другим. И сейчас вот образовался такой выступ, как мы можем видеть на карте, да, возле города Курахова. Там вот есть город Покровск. И существует вероятность того, что российская армия может в ближайшее время взять город Покровск. Конечно, если это произойдет, то это будет большой успех для российской армии и большие проблемы для ВСУ. Потому что Покровск – это не просто крупный населенный пункт. Это центр целой агломерации, как мы видим, населенных пунктов. И российская армия получит, скажем так, высоты, на которых они смогут располагать РЭБы. И это усложнит дальнейшую работу для ВСУ. И вот здесь есть город Курахова, внизу там есть тепловая электростанция, которая дает электроэнергию. И, естественно, если это будет захвачено, то это будет большая проблема для энергетики Украины. То есть, если это не катастрофа, то это будет тяжелейшая ситуация для ВСУ? Да, это будет тяжелый удар, да. Какова ситуация на другом горячем участке? Курская область, Россия. По версии Киева, около ста населенных пунктов контролируется украинской армией. И тысячи квадратных километров находятся под контролем ВСУ. Какие там подробности? Да, Курская операция была довольно успешной. Но сейчас уже наступление ВСУ там затормозилось. Еще есть небольшое продвижение со стороны, ну, скажем так, на юге вот этого выступа. И ВСУ идут уже ближе к Белгородской области. Но, как мы знаем, по заявлению некоторых экспертов, большого успеха эта операция не заимела. Но, как по заявлению Генштаба Украины и самого Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского, благодаря этой операции удалось остановить наступление на Харьков. И некоторые силы российской армии были оттянуты из Запорожской области. Ну, и тем, как бы, вот для ВСУ дали небольшую передышку. Но, в любом случае, по последним сообщениям, наступление ВСУ там затормозилось. Есть еще одно опасное место. Это граница Украины с Белоруссией под Гомелем. Стоит ли ожидать какой-то провокации со стороны Александра Лукашенко, если он вдруг неожиданно двинет белорусские войска в сторону Украины? Да, я на эту тему общался с военными. В принципе, это было ожидаемо, что со стороны Беларуси что-то подобное случится. Тем более, когда ВСУ начали операцию на Курскую область. Это было довольно-таки прогнозируемо. И мы знаем, что белорусская армия вместе с российскими силами собрали там небольшую группировку войск в 50 километров от украинской границы в районе Гомеля проводят якобы военные учения. Но опасно чем? Тем, что большое количество техники, танки, РСЗО. И все это выглядит очень, скажем так, нервно. Если я знаю, то, что основная часть ВСУ находится все-таки на Донбассе и на востоке Украины. С нами на связи наш коллега военкора «Радио Свобода» Марьян Кушнир. Он работает прямо на линии фронта. Марьян, знаю, что ты сейчас находишься в Покровске. Расскажи, пожалуйста, о ситуации там. Что происходит, какие существуют ли вероятности того, что этот город может быть захвачен в ближайшее время? Сейчас в Покровске тихо, но слышны канонады боев. В центре города уже слышно, как работает артиллерия, как российской армии, так и вооруженных сил Украины. Мы как раз снимали, как люди эвакуируются в другие части Украины. Возможно ли, что российская армия оккупирует Покровск? В этой войне возможно все. На этом направлении российская армия очень активно продвигается. Они очень быстро захватили Нтовгородовку. Она тут за 10 километров от Покровска. То, что армия России подойдет близко к городу, вероятность очень высокая. Но ожидается, что ВСУ найдут пути, чтобы остановить наступление армии. Как говорят военные, Россия кинула на это направление самые боеспособные подразделения. Они почувствовали этот успех и пробуют продвинуться дальше. На этой волне их пробуют остановить и применяют все, что есть у вооруженных сил Украины. Марьян, а в чем причина отступления ВСУ? Я знаю, ты очень давно и плотно работаешь по теме войны в Украине. Ты настоящий военкор. Это усталость? Либо еще есть какие-то другие причины? Ну, прежде всего, напомню, что война длится уже 10 лет. Полномасштабная уже третий год. И очевидно, что ВСУ устали. Но я думаю, что это связано с тем, что Россия изменила свою тактику. Это прослеживается и на Торецком направлении, и, в принципе, вдоль всей линии боевого столкновения. Тактика заключается в том, что российская армия малыми группами, а иногда это по 2-3 человека, заходит вплотную к ВСУ, потом происходит накопление сил. Если эти силы удается разбить, продолжается атака бесконечно. Российская армия применяет здесь большой человеческий ресурс. Они умирают здесь, но все равно продолжают идти по трупам. И в определенный момент времени, представьте себе, накапливается 100 человек, которые идут против условно пяти. Рано или поздно они зайдут в один дом, другой и так далее. ВСУ пытаются искать тактически качественное положение, чтобы иметь возможность на господствующих высотах сдержать войска Российской Федерации. Ну и проблема в том, что в России больше боекомплекта, в том числе и авиации, управляемых авиабомб, артиллерии, что истощает возможность вооруженных сил Украины. Иногда против одного снаряда ВСУ летит 7 российских снарядов. Совокупность этих факторов, плюс то, что не хватает людей, это позволяет российской армии продвигаться. Это требует каких-то резких решений Верховного, главнокомандующего вооруженных сил Украины, на которые пойдут или не пойдут, чтобы изменить ситуацию в Покровске. Но сейчас российская армия продолжает атаковать это направление. Все мы знаем такого человека, как Юрий Бутусов, главный редактор украинского издания «Цензорнет». Вот он очень часто в последние дни обвиняет в провале под Покровском многих командиров ВСУ, в частности, Верховное командование. И на региональном уровне, в частности, он критикует Курскую операцию. Как ты считаешь, это имеет под собой какой-то грунт? Я не готов комментировать слова Юрия Бутусова, тем более кого-то обвинять. Но я могу сказать, что Курская операция позволила оттянуть те или иные силы. Ты много общаешься с украинскими военными за последние несколько лет, 10 лет, да. Скажи, пожалуйста, какой сейчас морально-психологический дух у украинских бойцов ты наблюдаешь? Тут по-разному ситуации. Но здесь разная ситуация. Все зависит от человека. Кто-то имеет силы воевать дальше, кто-то уже устал. Давайте так. Война — это не прогулка по улице. Это очень сложный процесс. Где гибнут люди, где 24 на 7 усталость. Большинство людей устали, но работают. Люди выснажены, но работают. Марьяна, и у меня есть к вам вопрос. Людей эвакуируют из Покровска и других населенных пунктов. Но кто-то, видимо, останется. Какова будет судьба этих людей, если туда придут российские войска? Есть ли какая-то гарантия, что к ним отнесутся, но не так, как относились в других городах? Как в Буче, и в Гастомеле, и в других населенных пунктах. Есть ли какой-то план «Б»? Что будет с людьми в оккупации, сложно предугадать. Потому что мы не можем представить себе, на что способна российская армия в подконтрольных ей населенных пунктах. Попадут ли мужчины в российскую армию, их отправят на фронт, вывезут ли детей на территорию России. Что будет с людьми преклонного возраста, никто не знает. Это сложный вопрос, спасают или нет. Все зависит от людей, навыков и мотиваций тех или иных бойцов, которые пришли воевать. Иногда мобилизованные выполняют те задачи, на которые не способны кадровый военный. И наоборот, ситуация разная, как война. Мариан, спасибо вам за ваш рассказ, за ваши комментарии. Нашим собеседником был Марьян Кушнир, военкор «Радио Свобода», который работает на линии фронта. Дмитрий, что может спасти от поражения в Донецкой области украинскую армию? Я думаю, что, как многие говорят, сможет спасти чудом. На самом деле, я думаю, что боевая выучка и одной другой стороны. Я думаю, что, скорее всего, российская армия в какой-то момент остановит свое наступление, потому что по сообщениям с передовой, они тоже сейчас действуют на грани своих сил. И будут накапливать силы. Тем более, наступает осень, распутится, зима. Всем нужно подготовиться к будущему наступлению. А как мы видим по настроению и Генерального штаба России, это наступление все-таки они планируют. Спасибо, Дмитрий, что приняли участие в нашей программе. Сегодня моим гостем и собеседником был мой коллега, украинский журналист Дмитрий Мороз. Мой собеседник-историк и религиовед Николай Митрохин. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете эффект Курской операции ВСУ сегодня, когда российские войска прорываются к Покровску в Донецкой области? Ну, мы наблюдаем ситуацию в динамике в течение трех недель и заметно сокращение российского натиска на большинстве направлений, где он был. В июле, таким образом, определенный эффект от этой операции был для Украины и ВСУ. Другой вопрос, что даже начиная операцию, ВСУ не блокировали российский прорыв на Покровском направлении. Непонятно, почему это не было сделано. И, соответственно, как бы россияне получили возможность активно развивать это наступление. То же самое происходит вокруг Торецка, не будем о нем добывать. Ну, а в других местах, например, в том же Часовом Яре, который активно штурмовался в течение июня-июля, так сказать, ситуация стабилизировалась. На Харьковском направлении бои более-менее утихли. И на Спорожском направлении. Так что, как бы, эффект, я бы сказал, амбивалентный. Но, скажем так, недостаточное внимания, недостаточная блокада российского прорыва на Покровском направлении, конечно, перечеркнула все те, возможно, позитивные моменты, которые, как бы, стала Курская операция для ВСУ. Скажите, а вот является ли Украина государством-оккупантом в Курской области? И как это, на ваш взгляд, преподносят в Киеве? Она, безусловно, является государством-оккупантом. Другой вопрос, что, как бы, не она начала войну. И, соответственно, в Киеве видят, что российские войска спокойно переходят к границе, атакуют к границе Харьковской области. Хотя даже по путинской конституции, при всей, там, условности, так сказать, российского законодательства, Харьковская область является украинской территорией. Спрашиваются, ну, с точки зрения Киева, если, так сказать, вы воюете в Харьковской области, почему мы не можем воевать в Курской? Вот. Соответственно, как бы, объяснение... Ну, объяснение, которое дал Зеленский вот на встрече с иностранными журналистами, оно было, прямо скажем, слабое в логическом плане. Он начал объяснять, что если бы мы не начали наступать в суд жидком районе, то российские войска ударили на суммы. Что, мягко говоря, неправда. Поскольку из-за неудачного для России наступления в Харьковской области планы на наступление в суммы были отменены. И группировка российская в районе суджи как раз переместилась, была распущена и большая часть сил переместилась в Харьковскую область. Так что оправдывать свое наступление якобы грозящим наступлением россиян, на мой взгляд, неправильно. Николай, а что вскрывают украинские власти в истории с гибелью пилота F-16 и самого самолета? Ну, мы должны дождаться, конечно, итогов экспертизы, но довольно очевидно, и у нас есть прямые свидетельства, типа Мария Набезулы, у которой свои источники, информационные. Ну и вообще по логике, или по всему, так сказать, самолет либо столжаков дружеского дня, так сказать, противовоздушной системы, либо проблема в недостаточном уровне подготовки пилота, поскольку украинские пилоты проходили ускоренные курсы. Как бы то ни было, фактически в первом бою Украина потеряла дорогой самолет, на котором было столько ставок, так сказать. Теперь, видимо, с использованием F-16 вы возникли паузы, пока не разберутся, в чем причина, и как эти проблемы можно ликвидировать. А как бы вы охарактеризовали заявление Зелинского по поводу Покровского наступления? Это трезвая оценка или все-таки попытка уйти от серьезного разбора и разговора? Ну, мне непонятно, как бы, то есть я бы сказал так, что любые заявления, мало всего, стоят, как бы, имеют смысл только конкретные действия. Словом говоря, пока мы не увидели, так сказать, резкого ущерения в группировке в Украине по Крыльевскому направлению, и, скажем так, возможно, контратак, который бы могли вернуть потерянные позиции. Вот. Но это все останется, как бы, словами. А как вам реакция Запада на ситуацию на фронте, как на Покровском направлении, так и в Курской области? Ну, честно говоря, реакция Запада, которую мы в основном знаем из материалов СМИ, журналистов, потому что официальных заявлений политиков не было особо много, она довольно шокированная, да, потому что, ну, все привыкли, что ВСУ там медленно, пятясь, отступают, а тут такие потери за такое короткое, территориальное, за такое количество времени. Вот. Поэтому я думаю, что еще Запад политически находится в летних отпусках, по большому счету, да, так сказать, и вряд ли там раньше второй декабря, сентября из них выйдет. Вот. Но это самое, возможности оказать какое-либо влияние или давление на Украину по поводу конкретных территориальных проблем самой Украины у Запада довольно ограничено. Скажите, а насколько умело Кремль манипулирует ситуацией в Курской области, выдавая ее как мелкие неприятности на одном из участков фронта, хотя по факту это потеря сотен квадратных километров российской территории? Ну, Россия большая, что называется, так сказать, население привык к тому, что это самое, то к ней прибавляется что-то, то к ним что-то убавляется. По-моему, большая часть населения просто равнодушна к этим проблемам и, как бы, на самом деле не заметят, даже если в СУ дойдут, условно говоря, по границе Пульской области. Основная масса населения, это будет довольно равнодушно воспринимать. Вот там бои за Тулу, это уже серьезно. А до Тулы, как бы, россияне из основной точки городов, там Петербург, Москва, Междиноград, Казань, Урал, так сказать, вот именно это довольно безразличный пола. Ну, скажите, а вот Путин, на ваш взгляд, он действительно спокоен или он все-таки переживает? Как вы думаете? Ну, я вижу, что очень неспокоен Зеленский. И вот его риторика на тему Путина перешла к личным оскорблением, да, непрерывным, что говорит о его нервозности, и сам он выглядит, мягко говоря, сильнее с человеком. Вот. Путина мы видим редко, Путина мы видим в записях, Путин, ну, в своем более-менее обычном регистре. Скажите, вот этот вопрос задают многие. Станет ли Россия превращать захваченные в СССР населенные пункты в Курской области в Бахмут и Авдеевку, превращая их в пыль? Как вы думаете? Да, безусловно, но когда это только будет происходить, когда начнется российское наступление. Я думаю, что с учетом нынешних тембов, так сказать, возможно, оно начнется не раньше, там, ноября, условно говоря, пока войска собирают. Но вопрос в другом, не уйдет ли Украина за это время, за этих территорий, в рамках какого-то там обмена. То есть вы считаете, что люди, здания, построения, это не преграда для российской армии, это легко могут превратить в то, что они превращают российские города? Украинские города, простите. Простите, но, да, с моей точки зрения, для обоих армий это не так принципиально, так сказать. Вот, это самые люди из Суджинского района, так сказать, из соседних районов в основном убежались. Вот, иностранные журналисты, много народу не увидели. А что касается зданий, то, в принципе, украинцам была важна красивая картинка, они ее получили. Они захватили эту территорию, ничего особо не повредит. Вот, но когда дело дойдет до обороны, обеим сторонам будет, как бы, в достаточной степени это все равно, что там будет происходить за зданиями. Тем более, что на кону куда большие заселенные территории, большие города, там, вот сейчас ВСУ сдали Новогродовку, как бы, 20-тысячный город практически без боя, да, так сказать. Ну, что там будет происходить непосредственно в ходе событий, мы сейчас не знаем, поскольку украинская армия демонстрирует некую новую тактику отступления, которая не была раньше. Ну, Украина также занимается информационной пропагандой, как и Москва, и вот мы видели эти кадры, захваченные земли в Курской области и людей, которые их там показывают. Ну, к ним нормальное человеческое отношение, по крайней мере, по картинке видно, что там нет конфликта с местным гражданским населением. Вот вы верите в эту картинку или это для специально приглашенных журналистов, в том числе западных, чтобы продемонстрировать, да, какая-то разница в отношении гражданского населения? Ну, я могу сказать, что сейчас, в принципе, телефоны с видеокамерами есть у всех, без исключения граждан. Если бы на улицах валялись трупы, так сказать, или в домах валялись трупы, мы бы уже имели картинку за три недели. Вот, поскольку этой картинки нету, так сказать, то, значит, не валяются. Ну, мы можем сравнить с тем, что происходило в Арпенской аггломерации, да, где сразу, как бы, после захода российских войск, такие картинки начали попадать еще до того, как появились сегодня вот суды в Буче. Вот, поэтому я думаю, что, как бы, значительных жертв там нету, и информация там о тотальном расстреле, который распространит российскую пропаганду, является фейком. Вот, во всяком случае, никаких видеодоказательств, или фотодоказательств этого нет. В Украине запретили церкви, связанные с Русской Православной Церковью. Так страна хочет избавиться от московских чертей и агентов ФСБ в рясах. Пишите вы в своей статье на эту тему. Какой эффект от этого решения? Ну, пока никакого, тем более, что есть большой временной лаг, кроме некоторого раскола внутри фракции «Слуга народа», да, в Верховной Раде, так сказать, вызывать, что депутат один набежал просто из Украины. Вот, но в целом, как бы, сейчас там сложная ситуация, там, возможно, УПЦ будет переходить под юрисдикцию Вселенского Патриархата в качестве самостоятельного субъекта. Вот, но это большая проблема, которая станет большой международной проблемой, поскольку международное сообщество поддерживает демократическую Украину, а не Украину, где царит политический произвол и нарушение права верующих. Напомню, что Папа Римский осудил это решение. Вот, на ваш взгляд, это адекватная была реакция Папа Римского, или он не должен вмешиваться в такой процесс? Ну, кроме Папа Римского осудили, например, глава англиканской церкви, осудил Всемирный Совет Церквей. Вопросом очень конкретно интересуется комиссия Конгресса США по международной религиозной свободе. Вот, ну, кто, так сказать, часть православных церквей осудил. Вот, это прямое грубое вмешательство в юрисдикционные дела права верующих, самим себе определять, кому они там будут экономически подчиняться. Отношение к проблемам безопасности это напрямую не имеет. И, собственно, никаких доказательств, что УПЦ является как структура угрозы национальной безопасности, так и не было представлено. Николай, спасибо вам за беседу. Моим гостем был историк и религиовед Николай Митрохин. В январе этого года три страны Балтии, Латвия, Литва, Эстония и Польша пришли к соглашению укрепить свои восточные границы. Все дело в продолжающейся войне в Украине и угрозах, исходящих от России. Например, в Латвии вдоль границы с Россией уже сейчас местами можно увидеть бетонные противотанковые сооружения, так называемые зубы дракона. Но смогут ли зубы балтийского дракона остановить захватнические импульсы Кремля? В вопросе разбирался Илья Козин. Контрольно-пропускной пункт Терехова-Бурачки. Граница Латвии с Россией. Круглые сутки здесь стоит очередь из дальнобойных и обычных автомобилей. Вперед практически ничего не двигается. Тигран один из застрявших. Мужчина направлялся на свадьбу друга. Но не судьба. Я говорю, вот дедушка, бабушка, они тоже две сутки почти стоят. Я говорю, я уступлю. Да. Нет. Я говорю, почему? У нас так не принято. Я говорю, какая тебе разница, а? Промедления на КПП стали обычным делом после российского вторжения в Украину. Если и до этого отношения стран Балтии, в частности Латвии, с Россией были напряженными, то теперь и вовсе враждебные. Ощущая российскую угрозу, власти страны более интенсивно стали укреплять границу. По дороге в Терехово на обочине мы заметили бетонные конструкции пирамидальной формы. То, что вы видите сейчас вокруг меня, это результат договоренностей между тремя странами Балтии и Польши о создании общей линии обороны вдоль границ с Россией. Чуть больше, чем полгода спустя, на приграничных территориях Латвии стали появляться вот такие железобетонные конструкции. В народе известны как зубы дракона. Зубы дракона, также известные как противотанковые надолбы, размещают, чтобы во время войны задержать бронемашины и танки. Но главная задача размещения подобных сооружений в приграничье – это удержание, как тут говорят противника, читая России, от нападения. Конечная цель заключается в первую очередь в сдерживании. Сдерживании любых замыслов проникнуть на территорию нашего государства. И вторая главная цель – это дополнение к уже существующим линиям обороны. Размещение этих средств дает нам дополнительные преимущества перед потенциальным противником. Мы сможем остановить его на некоторое время, повлиять на ситуацию в этот момент. Мы в Зилупе. Это самый восточный город Латвии. Всего лишь в пяти километрах отсюда находится Псковская область Российской Федерации. Население Зилупы всего лишь 1271 человек. Мы встретились с этими людьми и поговорили с ними о том, каково им живется в приграничье и что они думают насчет укрепления рубежей. Ну, для чего вопрос, во-первых, да? Во-вторых, пустая трата денег, огромных денег. Нагнетают вот эту, наверное, озабоченность насчет России. Ну, жаль только одно, что народ уезжает, уменьшается количество жителей здесь. А при границе я считаю, что должно быть наоборот. Я считаю, что границу нужно укреплять не только такими способами и другими тоже. Я считаю, что да, опасность существует, и она должна быть максимально уменьшена. Ну, что люди? Люди особо не волнуются. Думают о том, что может случиться. Не особо волнуются. Здесь другие проблемы. Стоматология и так далее. А это Каспарс. Мужчина живет в латвийском портовом городе Лепае. Самый восточный город страны приехал впервые за 35 лет навестить могилу родственников. Укрепление границ поддерживает. С нами рядом нехороший сосед. Ничего хорошего от него ждать не стоит. Меня еще здесь немного шокируют советские памятники и все остальное. В Лепае ничего такого больше нет. Латвийская армия не планирует ограничиваться одними только зубами дракона и противотанковыми ежами на границе с Россией. По словам полковника Рексца, планируются закупки дополнительного вооружения. Не секрет, что в рамках этого проекта рассматривается также приобретение артиллерийских систем, систем минирования, дополнительная закупка противотанковых мин. Также планируется приобретение сенсоров. В настоящее время зубы дракона размещают на более чем 20 временных площадках по всему приграничью, откуда их потом будут развозить по периметру границы. Армия также планирует увеличить численность личного состава в регионе с помощью дополнительных 3000 срочников. Другими словами, вооруженные силы готовятся к худшему. Чего не скажешь про встреченных местных жителей. После разговоров с ними складывается впечатление, что вопрос укрепления границы их интересует намного меньше, чем то, как попасть на прием к врачу в другом городе или где найти работу. 24 августа во Франции был задержан Павел Дуров. Спустя 4 дня он вышел на свободу под залог в 5 миллионов евро. Ему запретили покидать территорию Франции. Основателю Телеграм предъявили обвинения по нескольким статьям, связанным с организованной преступностью. Подробности в сюжете Никиты Куликова. Смешарики поддержали Павла Дурова. Видео, в котором герои мультфильма взламывают тюремную камеру, завирусилось в интернете. У него есть продолжение. Смешарики справились и уезжают из Парижа. Это лишь один из немногих примеров активной общественной кампании вокруг основателя Телеграм. Новости о его аресте стали одними из самых громких на прошедшей неделе. Дело, безусловно, политическое. Но просто политическое не в том смысле, в каком мы об этом обычно привыкли рассуждать. Оно политическое в том смысле, что государства, в частности Франция, в частности Германия, активно начали тянуть руки к Телеграму. В том смысле, что они требуют быстрой реакции на их запросы, доступа спецслужб в особом режиме. Журналист и писатель Николай Кононов считает, что рост интереса к делу Дурова выгоден самому предпринимателю. Скандал вокруг основателя Телеграм стал одной из главных мировых новостей. В его поддержку, например, высказывались журналист Такер Карлсон и миллиардер Илон Маск. Для российской пропаганды Дуров стал защитником свободы слова. За него вступились на федеральных каналах, в миде и некоторые звезды в социальных сетях. Паш, родной, свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. Такое внимание пропагандистов только подогревает одну из конспирологических теорий. Павел Дуров сотрудничает с ФСБ. Издание «Важной истории» на неделе обнаружило, что основатель Телеграм с 2014 года приезжал в Россию 50 раз. Например, он был в стране в тот самый день, в 2020 году, когда Кремль публично отрекся от претензий к Телеграм и разблокировал мессенджер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже проверк сотрудничество Дурова с Кремлем. На фоне французского дела Дурова стало заметно еще одно — швейцарское. Ирина Болгар, которая утверждает, что она мать троих детей Павла Дурова, заявила, что швейцарский суд лишил Дурова родительских прав. По словам Болгар, предприниматель хотел, чтобы она вместе с детьми переехала в Эмираты, а после отказа лишил ее алиментов. Кроме этого, в Швейцарии по иску Ирины Болгар против Павла Дурова возбудили уголовное дело о физическом насилии в отношении одного из детей. Сам предприниматель же этим летом заявил, что как донор спермы стал биологическим отцом более чем 100 детей в 12 странах. Павел Дуров умеет поворачиваться к разным аудиториям спелым бачком, как яблоко. И умеет со всеми работать в его образ вот такой вот синтетический. Он же разбойник, но благородный разбойник. Он же наш парень, но и не наш парень. Многие европейские медиа описывают Дурова не как защитника свободы слова, а как человека, который поддерживает терроризм и другие преступления на своей платформе. В англоязычных источниках Телеграм даже часто называют террорграмм. Журналист Николай Кононов считает, что сейчас идеальное время, чтобы контроль за мессенджером перешел в руки пользователей, а не государств. Очень хотелось бы и очень прямо созрел момент, когда гражданское общество и пользователи Телеграма и другие активисты могли бы включиться и создать что-то типа общественного совета. И как раз хороший момент, чтобы обе стороны, и Дурова, и государство, к этому склониться с ним согласиться. По мнению Кононова, к такому развитию событий могут привести, например, массовые демонстрации в Европе и петиции с подписями большого количества пользователей Телеграм. Это решение позволило бы избежать контроля властей в разных странах за переписками людей. В любом случае, нынешний скандал вокруг Телеграм приведет к изменениям внутри мессенджера. После задержания Павла Дурова во Франции мы узнали, что у российского гения, придумавшего сеть ВКонтакте, а позже мессенджера Телеграм, оказывается больше врагов или оппонентов, чем мы себе представляли. От скромной Марии Певчих из фонда борьбы с коррупцией до верховного лидера Ирана Али Хеменеи, от президента Франции Макрона до американских спецслужб, не говоря уже о матери его детей Ирины Болгар, которая подала на него в швейцарский суд. Этот вопрос я адресовал интернет-трейдеру, финансовому аналитику Сергею Голубицкому. Чтобы сразу задать некий саспенс, такой для нашей беседы, отвечу кратко. Главный враг Павла Дурова, сам Павел Дуров, вернее его амбиции. А вот всю эту историю, которую мы будем с вами обсуждать, которая развертывается на наших глазах, я бы назвал, назвался груздем, полезай в кузов. Вот что хотел, то и получил. Какой из трех или четырех основных платформ Телеграма, Мессенджер, закрытые чаты или новостные каналы, или криптовалюта Тон не дают покоя спецслужбам и политикам? Мне кажется, что Мессенджер никого особо не волнует, ни бандитов, ни государства, потому что Мессенджер, как Мессенджер, Телеграм, в котором отключено по умолчанию сквозное шифрование, и, как следствие, 99% пользователей вообще не знают, что это такое, и вся их переписка в открытом виде. Ну, это государству, наверное, неинтересно, тем более, что есть сигнал, есть WhatsApp с полноценным P2P-шифрованием. Это не самое вкусное. Вы, Мумин, правильно заметили, что Телеграма – это такая вот сложная конструкция. В нем, кроме Мессенджера, есть еще народные бесконтрольные СМИ, то, что называется каналами Телеграма. И вот это то, что волнует государство, конечно же, в первую очередь, потому что это бесконтрольное распространение информации. И государство, естественно, интересует мощнейший модуль криптоэкономики, который в это народные СМИ с прошлой осени встроено. Это сеть блокчейн и криптовалюта ТОН. Вот это объект интересов государства. Вот французская правосудия повесила на Павла Дурова целый букет уголовных статей. От распространения детской порнографии и наркотиков до отмывания денег. Но давайте по порядку. Вот Мария Певчих из фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального после задержания Павла Дурова косвенно обвинила его в причастности к продаже наркотиков в Телеграм. Ваша оценка? Ну вот, смотрите, я стою на разных исходных позициях с Мария Певчих. Но если от этого абстрагироваться, ее мнение в контексте ее картины мира, мне кажется, самым адекватным из сотен других мнений, которые я услышал за неделю вокруг этой истории. Она начала и закончила свой твит фразой «Свободу Павлу Дурову». Дальше она сказала, что арест создателя платформы за наркоторговлю, порнографию и отмывание – это дичь, что естественно. Дальше она сказала, что Телеграмма систематически используется как платформа для наркосбыта и продажи порнографии, что тоже абсолютно верно. Дальше она говорит, что Дуров и Телеграмма, руководство, менеджмент не делают по этому поводу ничего, думаю, это привлечение. Они делают, ну извините, когда Homo sapiens какой есть, и там миллион каналов по наркотикам и педофилии, и терроризму ни на чего, но никаких рук и никакого менеджмента не хватит, чтобы все отследить. Они что-то делают. Четвертое, что она говорит, что сотрудничество с государством возможно, но только при соблюдении условий. И вот эти условия, как вы видите, это совсем не то, что французы говорят. Во-первых, государство должно доказать, что речь идет о реальном преступлении и наркоторговле. Дальше государство должно предоставить платформе Телеграмме эти доказательства, чтобы платформа их рассмотрела, изучила, согласилась, не согласилась, если не согласилась идти в суд. И в-третьих, что отдавать должна платформа цифровая? Она ни в коем случае не должна отдавать личную переписку, там чаты, и как пишет Мария, упаси Господь, она говорит, там ключи с шифрованием, ничего этого нельзя, надо отдавать метадату. IP-адрес пользователя, время регистрации, телефон, который привязан, даже геолокацию, там много чего из метадаты можно высадить. Вот это должно, читает Певчих, передавать телеграмму государству. И, на мой взгляд, это абсолютно разумно-извешенная позиция, если исходить из того предположения изначального, что следует контролировать информацию. Я с этим не согласен, но, тем не менее, главное понимать, что французские следственные органы добиваются от Дурова совершенно не того, о чем пишет Мария Певчих. Целый букет криминальных статей повесили на Павла Дурова французские власти. Два пишем, три в уме, или это реально они обеспокоены детской порнографией, наркотиками и отмыванием денег? Ну, я думаю, они реально обеспокоены, что это злодеи, что ли. В Евросоюзе на сегодняшний день создано беспрецедентно реакционное законодательство, вот насколько это возможно, во всем, что имеет отношение к цифровым технологиям, криптоэкономике и шифрованию в целом. Вот есть три ключевых закона. Один называется «Общий регламент в защите данных», другой называется «Акта цифровых услугах», ДСА, так называемый, и самое аудиозное, это законопроект, слава богу, пока законопроект, но его гарантированно примут, о борьбе с материалами, связанными с сексуализированным насилием над детьми, так называемый СИСАМ. Вот показательно, что страны ЕС и в целом не являются, сколько маломальски заметным игроком на поле цифровых технологий. Ничего этого нет, зато есть море уникального по репрессивности законодательства, которое делает жизнь, работу проектов и бизнесов цифровых технологий в ЕС невыносимо. И неудивительно, что там ничего серьезного в IT-бизнесе нет, потому что IT-бизнес бежит из Евросоюза как только может. Вот главная идея всех этих законов контролировать содержание всего, что делается в цифровом пространстве. В чат-мессенджерах, в онлайн-СМИ, на форумах, в социальных сетях, везде. Этот контроль подразумевает тотальную переиллюстрацию всей переписки. Что бы там нам не говорили юристы, как сейчас французские юристы, многие говорят, что этого нет, есть. Вот в законе предполагается тотальная переиллюстрация, то есть сканирование на предмет выявления запретных тем. Каких? Наркотики, ну ясно, наркотики, террористы, педофилы, все понятно, но нарушение санкций тоже и много-много других политических моментов, которые в современном юристуале считаются не комильфо. Что бы сканирование было эффективно? Вот законопроект последний о борьбе с материалами, связанными с сексуализированными насилиями детьми, этот СИСАМ, он предполагает полный запрет сквозного шифрования, потому что его нельзя приористировать априорно. Далее, акт о цифровых услугах, вот этот ДСА, по которому сейчас замели Дурова, как раз, он предполагает ответственность модераторов и руководства хозяев цифровых площадок за проверку содержания сообщений пользователя. Что это значит? Во-первых, площадка сама должна сканировать все содержание, выявлять там криминал. Во-вторых, площадка должна беспрекословно выполнять требования государственных структур Евросоюза по удалению контента, который эти госструктуры считают преступными. В-третьих, нужно непременно открывать представительство в Евросоюзе, если основной бизнес находится за пределами. Ну, поскольку там весь серьезный IT-бизнес находится за пределами ЕС, открывать представительство нужно всем. И вот самое важное. Франция, это, ну, я могу ошибаться по части единственности, но вот то, что я знаю, это единственная страна в ЕС, в которой все перечислены вот эти цифровые преступления со стороны цифровой площадки, да, предполагается за это уголовная ответственность руководства проекта, да, то есть не штрафы огромные, как Германия, а посадка в тюрьму на долгий срок. Вот именно вот в эту страну Павел Дуров умудрился заглянуть. Ну, вообще-то он гражданин Франции, так что не вижу поводов для возмущения, вообще-то все по заслугам. Вот смотрите, я вам приведу пример, когда новостной канал был закрыт. Он назывался «Утро Дагестана». Это было сделано после антисемитских выступлений в Махачкале, которые подогревались этим каналом «Утро Дагестана». Можно ли говорить, что это такое положительное сотрудничество власти и «Телеграма»? Ну, это говорит о том, что «Телеграма», ну, вот я бы сказал очень важную вещь, избирательно и произвольно сотрудничает со всеми властями без исключения. Но она просто вынуждена это делать, поскольку Дуров сознательно избрал вот такую форму коммуникации в своем проекте. Она публичная, она не анонимная и она без принудительного скважного шифрования. Когда можно было сказать, вот у нас мы ничего физически сделать не можем, у нас только два пользователя, которые между собой общаются, они видят сообщение, а остальное закрыто и нам это недоступно. Он сам это избрал. Вот это то, что я назвал, назвался «Груздем полежаев в кузов». Но другое дело, что кто сильнее надавит и имеет при этом реальные рычаги давления, вот тот и добивается блокировки в Телеграме, а другие не добиваются. Вот Франция теперь добилась. Что от Дурова хочет аэт Аллахамени? Очень скромные требования, когда там были беспорядки, они просили удалять каналы политических оппонентов, которые координировали акты гражданского неповиновения и призвали к демонстрациям против режима Хамени. У меня была статья в новой газете на эту как раз. Все, больше они никаких ключей, ничего не просили. Что хотят американские спецслужбы от Телеграма и Дурова? На сегодняшний день никаких свежих претензий не было озвучено. В прошлом была борьба с СССР, Комиссией по ценным бумагам и Биржим США, с криптопроектом ТОН, ТОНГРАМ. Он тогда назывался. Этот криптопроект успешно уничтожили в 2018 году. Значит, Дурова нашел блестящий, на мой взгляд, выход. Он сначала отдал в сеть, весь проект на полный публичный аутсорсинг. Затем, после того, как проект довели до успешного финала, до готового состояния, он это все интегрировал обратно в Телеграм. И реализовал то, о чем мечтал Цукерберг. Создать собственную криптосеть. Валюта была Libra, да? И американское государство, я помню, успешно этот проект с удушила. Два замечательных публичных проекта. Один называется SUI, другой называется APTOS. И сегодня они украшают криптоэкономику. Но вот Facebook это встроить не позволили. А вот Туров сумел добиться успеха, причем головокружительного. Блокчейн Тон, вот на сегодняшний день, это второй после Соланы самый динамично развивающийся криптопроект в мире. Так что можно не сомневаться, по мере продвижения успешного вот этого криптопроекта, американские власти придут в Телеграм с вопросами. Ну, если, конечно, победит Харрис. Но она с высокой вероятностью не победит. И тогда я не удивлюсь, что Телеграм вообще сменит юрисдикцию с Дубайской и перенесет ее в Соединенные Штаты Америки. Будет самая крипто-френдли, крипто-дружественная страна под Трампом. Во всех случаях, это то, что он обещает. Как вам претензии или позиции российских властей, которые чуть ли не хором заступились за Дурова? Не, ну это... Я напомню нашим зрителям, что несколько лет назад Москва поднялась в защиту Телеграма, который хотели закрыть. И это были большие митинги в центре Москвы. Ох, с ней есть Телеграма. Как вообще мне может быть позиция чиновников страны, где за лайк дают четыре года тюрьмы, а за публикацию фото и видео документации документов сажают от 8 до 12. Ну тут обсуждать не очень. Но зачем они заступаются за Дурова? Потому что это наш... Все, что русское, значит свое. Ну поэтому уже... Война, она все упрощает, все отношения. Посмотрите, ну в Украине как популярно. Все свели к национальному вопросу, так сказать. Вот русские и украинцы воюют. Не идеология, русские и украинцы, не остатки империи, так сказать. Ну и здесь то же самое. Раз Дуров русский, значит все, значит бьют русских. Это канцелинг русских во всем мире. Вот так. Ну хорошо. А насколько верно утверждение, что российская армия использует Телеграм для переговоров и корректировки нанесения ударов по украинским объектам, как военным, так и гражданским. Мамин, я же не военкор, прости господи. Слава тебе Богу. Я не видел там, что в окопах используют, но могу предположить, что наверняка используют, потому что другого же нет. Ну не сигнал же использовать, который вот сейчас взяли и запретили. Значит ну как. Ну вот Телеграм, что есть, то и используют. Одно из главных обвинений в адрес Дурова с разных сторон, это то, что он сотрудничает с российскими спецслужбами, то, что он там чуть ли не 50 раз летал в Россию, хотя говорил, что ноги там моей не будет. Вот о чем это говорит? Вот он сотрудничает, когда, не потому что ему это нравится, это никому нравится не может, естественно. Ну как руководитель вот того публичного формата, в который он себя поместил, он вынужден сотрудничать и будет сотрудничать со всеми, кто сможет продавить достаточно, чтобы это было чувствительно. Ну вот вопрос там, например, добьются ли успеха французские следователи с Дуровым? Ну я думаю, что сломают. Да, думаю сломают, потому что, вот опять же, концептуально сломали в тот момент, когда Дуров избрал для своего коммуникационного проекта вот этот ужасный публичный формат. То есть он использует государственную форму инкорпорации. Не ДАО, там скажем, децентрализованную, автономную, организацию, как принято в криптоэкономике, там ЛТД, ЛС, вот это все. Руководство компании не анонимно. И главное еще, переписка пользователей и переписка во всех, контент всех каналов, они вообще открыты, информационных, все доступно руководству компании. Соответственно, к руководству можно прийти, оказать давление с просьбой поделиться. То есть назвался груздем, полезай в кузов. А то, что государство всегда во все времена в борьбе с индивидом добивается того, чего ему надо, это не нужно доказывать. Государство бессильно только против революции, массового протекста. С любым частным лицом государство справляется играючи, для того его и создавали. Поэтому, я думаю, все там у Павла Дура договорится, все будет хорошо. как давят на него, ну и будет мера давления важна. Третьего сентября, двадцатая годовщина штурма средней школы номер один в Беслане. В этот день мы вспоминаем трагические события 2004 года, когда террористы захватили и три дня держали в заложниках более 1200 человек. Учеников, их родителей, педагогов. В результате штурма российских силовиков погибли 334 человека. Из них 186 детей. Мир был потрясен этой трагедией. Не хочется говорить о том, сколько вранья мы услышали из уст официальных лиц в те страшные дни, когда власть скрывала реальное число людей, оказавшихся в школе. И о том, как спецслужбы пресекали любые попытки независимых журналистов вести репортажи с места события. О драматической истории отравления в самолете по дороге в Беслан Анны Политковской. Лично мне запомнилась мгновенная реакция итальянцев. Самая массовая акция солидарности прошла 6 сентября, спустя три дня после гибели заложников в Бесланской школе. По призыву римской мэрии 150 тысяч человек, среди которых были и дети, в полном молчании со свечами в руках прошли с Капитолийского холма до Колизея. Кремль спохватился и дал команду двинуть народ на Красную площадь 7 сентября. Казалось, что сегодня все автобусы в Москве шли к месту проведения митинга. Людей, решивших идти, районные управы подвозили прямо к кинотеатру «Ударник». Сюда же добирались и на метро, но тоже не разбивая колонн. Предприятие за предприятием, район за районом. Все друг друга знают. Позади 920 дней войны в Украине, которую развязал Кремль. Сколько людей унесла эта трагедия за два с половиной года, десятки или сотни тысяч, сегодня подсчитать невозможно. Каждый день приносит новые жертвы. И никаких протестов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube-платформе «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова